добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем видеоразбор первого послания петра и так 1 глава 7 стих дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего хотя и огнем испытываемого золото к похвале и чести и славе в явлении иисуса христа главная мысль этого стиха друзья испытанная вера вера будет испытаны и не просто это знаете будет некая такая проверка тест экзамене ты будешь сидеть выбирать пунктики вероучений я буду спрашивать это правильно это неправильно когда-то когда наши иммигранты уезжали в америку их приглашали в консульство и чтобы узнать верующий человек или нет гоняли по библейским вопросам я думаю вы понимаете что для наших братьев никакого труда ответить на все вопросы правильно не составлял но не об этом испытании говорит апостол апостол говорит о чем-то гораздо более болезненном что ли или трудном до такой степени что вот он сравнивает этот процесс испытания веры с переплавкой золота он говорит о том что испытание будет такое что огонь который будет печь он расплавит наше сердце он расплавит его до жидкого состояния до такой степени что привычная форма жизни она будет изменена и если у тебя нет вот обрамление дали чаши которую подставит господь ты можешь просто вытечь на землю и прекратить свое существование то есть проверка веры она настолько будет серьезной что к этому стоит отнестись ответственно бог обязательно будет проверять если ты думаешь что тебя это минует если ты думаешь что-то пройдет мимо тебя ты не прав ты будешь проверен в обязательном порядке и мне даже кажется друзья что это несколько некое испытание или тест сколько реально переплавка когда бог он расплавляет твое сердце и на поверхность поднимается все что легче все что легкое легковесное что нужно убрать от чего нам нужно избавиться и своей рукой он будет как вы знаете эту пенку навар с нашего бульона он будет снимать чтобы мы стали чистыми любое страдание любое испытание нашей веры любые трудные обстоятельства они в том числе призваны к тому чтобы сделать нас подобными господу поэтому когда приходит это испытание веры не ропщите не пытайтесь убежать наберитесь терпения смирения и будете расплавлены и бог своих руках возьмет это жидкое золото и отформатирует его таким образом чтобы ты представляла себя что-то не просто прекрасное но полезное смотрите что еще очень важно здесь все это необходимо и все это делается к похвале и славе и чести для нас когда придет господь а она все необходимо знаете не для того чтобы сегодня мы были в хорошем состоянии блестели в этом мире а весь этот процесс он необходим для того чтобы подготовить нас к явлению иисуса христа чтобы мы были готовы чтобы мы не просто пришли в драных лохмотьях своей праведности к нему чтобы мы не пришли встречать его не знаю там с синяками побитые и какие-то не очень презентабельны все что сегодня делает господь испытывая переплавляя наши сердца проверяя нашу веру нацелена на то чтобы мы явились перед господом когда он придет во всей славе чести великолепии и